Зелёные фуражки в Беларуси отмечают День Пограничника. Ура! Кто всегда на передовой? Услуга за услугу. Медный вор крал цвет мед в особо крупном размере. При перевозке очередной партии металла мужчина был задержан с поличным. Сколько выручил за похищенное? Ровный стежок в Бобруйске прошёл республиканский конкурс на звание лучшей швеи. Надеемся, что этот пример будет заразителен для многих. В чём состязались профессионалы? А также налоговый дедлайн, северное сияние и новые открытия. Белорусские учёные предложили аграриям перспективную культуру. В чём плюсы? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял участие в форуме медийного сообщества в Могилёве. В областной центр съехались более тысячи человек, в том числе корреспонденты, блогеры, руководители СМИ, пресс-секретари. Тема – роль журналиста в условиях трансформации общества. Глава государства подчеркнул, он всегда с большим уважением относится к работникам сферы, понимая их труд. Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, и идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет. Есть, просто назвали другим словом – пиар. То есть работа с общественным мнением – суть одна. Вот и пусть работают с общественным мнением на своей территории. Нас не надо кормить разного рода болтовнёй о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей. Примером, масса от Соединённых Штатов и Евросоюза до Молдовы, Прибалки, Украины и Грузии. Ну, знаете, некоторые из вас, особенно молодёжь, может сказать, слушайте, а у нас что, не было в 2020 году? Было. Было. Но мы не хватали за их мнение и сажали их там в тюрьму или с них спрашивали. Мы их пытались наказать, правда, не наказали. За предательство. Во время беседы обсуждалась и поддержка молодых специалистов – сотрудников региональных средств массовой информации. Белорусский лидер ориентирует, чтобы медиахолдинги в районе имели влияние и авторитет. Также президент попросил, чтобы во взор средств массовой информации, которые ежедневно готовятся для президента, включали больше районной прессы. Всё в карман. Мужчина систематически воровал медь в особо крупном размере. Полгода 44-летний директор одной из частных фирм Могилёва оказывал услуги по первичной обработке лома демонтируемого кабеля. Однако прямыми обязанностями дело не ограничилось. Мужчина систематически подворовывал медь и сдавал на металлолом. Вырученные деньги клал себе в карман. При перевозке очередной партии металла мужчина был задержан с поличным. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Нарушители экзамена, научные предложения и газовый рейтинг. Беларусь оказалась в топе европейских стран по доступности газа. На каком месте Синеокая? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В первый день проведения ЦЭФ в Беларуси за нарушение правил проведения удалили 6 человек. В основном это были попытки пронести мобильные телефоны, списать со шпаргалок. Они смогут сдать вновь экзамен только в августе. Однако это не позволяет им поступить в университеты. К слову, всего 27 мая централизованный экзамен по предмету по выбору сдали 55 516 выпускников. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Бобруйску напоминает. Не позднее 3 июня необходимо уплатить подоходный налог. Внести средства можно через интернет-банкинг, в том числе в личном кабинете, через инфокиоск, в любом отделении банка или на почте. К слову, с 1 июля вводится обязанность для всех ИП предоставлять декларации по установленным формам в электронном виде. Новую перспективную культуру предложили белорусские ученые аграриям. Альтернативой дорогим зарубежным добавкам может стать белый люпин. Сельское хозяйство плотно сотрудничает с научным обществом. Тем самым отрасль двигается вперед. Сеть совершенно новую культуру планируют начать в этом году. Беларусь вошла в тройку лидеров по доступности газа для населения в Европе. За одну среднюю зарплату в республике можно приобрести 5000 кубов. Первое и второе места заняли Казахстан и Россия. Замкнули топ-5 Люксембург и Великобритания. Наименьший объем голубого топлива имеют возможность купить жители Молдовы. Белавия возобновляет с 28 мая регулярные рейсы в Мурманск. Полеты будут выполняться раз в неделю. Спрос на арктические путешествия среди граждан Синеокой растет. Белорусов там ждут полярный день и ночь, нетронутая природа, арктическая кухня, Баренцево море и киты. Авиакомпания, к слову, уже летала по маршруту в прошлом году, но потом он был отменен. Нелегкий труд. В Бавруйске состоялся республиканский конкурс на звание лучшей швеи. Масштабное состязание проводится с 2018-го. В город на Березине съехались представительницы профессии со всех уголков республики. Азы портновского мастерства освоила Юлия Вернер. В воздухе большого светлого зала чувствуется волнение. Участницы регистрируются и занимают свои места. Побороться за звание лучшей швеи приехали профи со всей Белоруссии. 17 представительниц прекрасного пола готовятся продемонстрировать все свои навыки. Перед началом состязания небольшой сюрприз от принимающей стороны. Показ мод – демонстрация продукции славянки. Мы рады приветствовать всех у нас в Бобруйске. Созданы все условия для проведения этого конкурса. Равные условия для всех и комфортные. Поэтому надеемся, что этот пример будет заразителен для многих. По результатам есть призовые места – первое, второе, третье, где мы награждаем победителей денежным вознаграждением. Плюс также участники и победители, они возвращаются к себе на предприятие. Мы ходатайствуем перед нанимателями о повышении разряда. Этому работникам, соответственно, от тарифной сетки, от тарифного разряда идет и увеличение его заработной платы. Кропотливый труд. Впереди два этапа – теория и практика. Часть участниц вооружается ручкой для ответа на вопросы. Вторая группа сразу приступает к практике. Задание на сегодня – шить из костюмной ткани прорезной карман. Сначала тренировочный вариант, после чистовой. На всё про всё – 30 минут. Психологически сложно просто. Как бы такой не слишком сложный карман, но вот это уже нервы. У меня пятый разряд. Я отработала уже 30 лет на фабрике. Без перерыва. Работа кипит полным ходом. Важно не только качественно шить изделие, но и презентабельно преподнести. Глажка и отпаривание – обязательный процесс. Ну, как, волнительно, естественно. Пришла и думала, что отработаю год и всё, но осталась здесь. Шить – значит жить. За показной лёгкостью кроется тяжёлый и благородный труд. Такие состязания дают возможность не только продемонстрировать свой потенциал и приобрести новые навыки, но и хорошо провести время в кругу коллег со всех уголков республики и завести новые знакомства. Юлия Вернер, Константин Шевцов, Бобруйск, 360. Доблесть, верность долгу, отвага, мужество – залог надёжной защиты границы Родины. 28 мая отмечается 106 лет со дня образования Белорусской погранслужбы. Она ежедневно оперативно реагирует на все вызовы и угрозы современного мира. О воинах в зелёных фуражках Елизавета Липеева. Граница на замке. Утром 28 мая возле Вечного огня многолюдно. Воины в зелёных фуражках вместе с родными и близкими встречают 106-летие органов пограничной службы. На лицах безмерное счастье от встречи с товарищами. Наверное, самый красочный и тёплый праздник для пограничников. Ну и каждый год встречаемся. Пограничники всегда были на первых рубежах. У нас уже очень мало остаётся ребят, которые афган прошли. Мы их очень сильно ценим, бережём. Ну видите, нас поддерживают и ВДВ, и военно-морской флот. То есть замечательный праздник для всех пограничников Республики Беларусь. Всем здоровья, благополучия. В этот день собираются пограничники, истинные пограничники, которые служили, ветераны пограничных войск, для того, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Мы приглашённые в союз десантников города Бобруйска. Но нас очень многое связывает с пограничными войсками. На митинге воины-пограничники, ветераны, в профессиональный праздник в торжественной обстановке, грамотами и благодарностями чествуют тех, кто принимает активное участие в работе пограничного братства, вручают удостоверение. Для нас сегодня особый день. Для тех, кто служил в срочную службу, тех, кто служил по контракту, как во времена Советского Союза, так и в суверенной Беларуси. Поэтому ежегодно, 28 мая, стараемся собираться вместе. Поздравить виновников торжества спешат задорные девчонки в зелёных фуражках. Харизматичное звучание любимой Катюши очаровывает с первых секунд. Выходила на грех Катюша, на высокий берег, как крутой. В награду артистам сладкие подарки, нескончаемые аплодисменты, активное общение с подрастающим поколением – неотъемлемая часть жизни пограничного братства. Особое внимание уделяем и патриотическому воспитанию молодёжи. Это сейчас очень актуально и очень важно в настоящее время. Поэтому с нами на данном мероприятии присутствовали детки из двух учреждений образования города Бобруйска. Накануне 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особая слава героям-пограничникам. В 41-м они первыми приняли на себя удар в памяти великом подвиге к вечному огню алые гвоздики – символ благодарности за мирное небо. Сердечно поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю, конечно, крепкого здоровья семьям военнослужащих, ветеранам, низкий поклон за их службу. И, конечно, чтобы мы вот так же проводили праздники и чтобы не было над нашим мирным небом войны. Это самое главное. Флаги гордо развиваются на ветру. Автопробег – дозор памяти. Видно и слышно за верстук. Ура! Праздничный маршрут заряжает сплоченностью братства, гордостью. Грабусь, гости! Пункт назначения – мемориальный комплекс с жертвам фашизма. Далее пограничники шествуют к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить героев, которые отважно сражались за родину. Собираться в памятных местах, чтобы почтить память людей, которые погибли, защищая нашу родину. Ну и поддержать и сохранить традиции и пограничного братства, и других родов войск. Благодаря воинам в зелёных фуражках граница нашей страны на замке – более трёх с половиной тысяч километров по суше и воде под надёжной защитой. Быть на страже рубежей – дело опасное, но почётное. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Жара июнь. Пляжный сезон не за горами. С начала года в стране от утоплений погибло 92 человека, включая двоих несовершеннолетних. В Бобруйске в этом году тоже не обошлось без гибели. 12 мая два горожанина решили выпить в гараже и, казалось бы, спокойно разошлись по домам. Но одного из компаний нашли в 80-сантиметровой смотровой яме. Мониторинговые группы, милиция, МЧС, патрули. А свод, ну, это само собой, мы постоянно находимся на водоёмах. И даже коллективы педагогические постоянно занимались мониторингом мест, особенно запрещённых для купания в виде карьеров на Черепичном, на Форштате. Ну, и, наверное, всё-таки этот результат сказался. И в прошлом году в Бобруйске мы не допустили гибели несовершеннолетних. Спасатели напоминают, что безопаснее выбирать места, которые разрешены для купания. Потому что там предусмотрена акватория, чистота берега, глубина воды и дежурство специалистов. Рейдовые мероприятия с участием МЧС будут проходить на протяжении всего летнего периода. Нам важно, чтобы культура безопасности у людей повышалась, чтобы они знали, как себя вести и были в безопасности при отдыхе у воды. В Бобруйске три пляжа, где разрешены водные процедуры и солнечные ванны. Центральный в районе санатория Ленина, водоёмы микрорайона номер 6 и санатория Шинник. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова